Прошла первая неделя после самой смертоносной атаки боевиков исламистского радикального движения Хамас на Израиль в истории страны. Хамас и израильская армия продолжают обмениваться ракетными ударами. Армия Израиля в субботу 14 октября вновь призвала жителей Газы эвакуироваться на юг сектора, поскольку собираются в ближайшее время начать в регионе спецоперацию. В Цахал настаивают на том, что не воюют с гражданским населением. Мы заранее объявляем о своих намерениях не потому, что это имеет какую-то военную логику, а потому, что мы хотим, чтобы гражданские лица не пострадали от войны. Они нам не враги. Мы не пытаемся убивать гражданских, мы воюем против Хамаса, и это должно быть предельно ясно. Руководство группировки Хамас, в свою очередь, призывает жителей Газы игнорировать заявления Израиля об эвакуации, называя их частью психологической войны. Госсекретарь США Энтони Блинген, который отправился в турне по странам Ближнего Востока, выступая в столице Катара, Дохи, обвинил Хамас в том, что тот использует свое гражданское население в качестве живого щита. В настоящее время усилия по доставке гуманитарной помощи в Газу осложняются тем, что Хамас продолжает использовать мирных жителей в качестве живого щита и, по имеющимся данным, блокирует дороги, чтобы помешать палестинцам перебраться в южные районы Газы, где им не грозит опасность. Он также заявил, что боевики сознательно размещают жителей Газы туда, где они будут подвергаться опасности. Накануне вечером израильский премьер-министр Бениамин Нетаньяху выступил с обращением к народу и заявил, что враги Израиля только начали платить цену и что это только начало. Мы никогда не забудем те зверства, которые совершали наши враги, и никогда не простим. И мы никогда не позволим миру или кому-либо забыть эту жестокость в отношении еврейского народа. Со своей стороны, израильская армия сообщила, что за минувшие сутки Израиль нанес удары по отдельным районам сектора Газа с целью очистить территорию от террористов и оружия и найти пропавших без вести. Боевики Хамас заявили, что в пятницу 13 октября в результате израильского авиаудара погибли 13 захваченных в Израиле заложников, в том числе иностранцы. Подтвердить или опровергнуть эту информацию из независимых источников невозможно. Армия обороны Израиля, по собственным сведениям, уже проводит наземные действия в секторе Газа с целью уничтожить боевиков Хамаса и найти заложников. Однако военные уточнили, что речь идет о точечных рейдах, а не о масштабной наземной операции. В ходе одного из таких рейдов спецназа на территорию Газы военные обнаружили тела погибших израильских заложников, заявили сегодня в ЦАХАУ. Армия Израиля также сообщила, что убила главу воздушных сил Хамас Мирада Абу Мирада, который руководил боевиками при атаке на страну. Как утверждается, высокопоставленный член исламистской палестинской группировки погиб при ударе израильских истребителей по оперативному штабу в Газе. Напряженной остается ситуация и на границе Израиля с Ливаном, где уже произошли первые боестолкновения. В пятницу ливанско-исламистское движение Хизбалла заявило, что полностью готовы присоединиться к Хамас в войне против Израиля, когда придет время. Ситуация на северной границе остается крайне напряженной. И мы внимательно следим за активностью Хизбаллы, используя дополнительные усиленные возможности на севере. Мы готовы к любому развитию событий. Накануне на юге Ливана погиб видеооператор агентства Reuters. Еще шесть журналистов получили ранения в результате ракетного обстрела со стороны Израиля, который, в свою очередь, заявил, что это не было преднамеренным действием и что по этому поводу начато расследование. Генсек ООН Антонио Гутерриш не исключает, что конфликт в Израиле может перекинуться и на Ливан. По данным СМИ, власти Саудовской Аравии отложили переговоры о подготовке договора о нормализации отношений с Израилем. Договор о нормализации отношений подразумевает, что Саудовская Аравия признает Израиль и начнут с ним дипломатические и торговые отношения. По мнению многих аналитиков, одной из целей нынешнего нападения Хамас на Израиль был подрыв сближения Израиля с Саудовской Аравией. 16 россиян погибли в результате атаки Хамас на Израиль. Еще 8 человек пропали без вести. И, по меньшей мере, один гражданин России в плену в секторе газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство. Сегодня при этом террористическая группировка Хамас поблагодарила Владимира Путина за его оценку ситуации в секторе газа и, цитата, усилия России, направленной на прекращение сионистской агрессии. Конец цитаты. Когда именно Израиль начнет наземную операцию, предсказать сложно. Прогнозы военных экспертов разнятся от нескольких часов до нескольких дней. Чаще обсуждаются сценарии того, как эта операция будет проходить и чем она может закончиться для израильских военных. «Неизмежно ли это наземная операция?» – спросили мы бывшего офицера британской военной разведки с опытом службы в горячих точках Фрэнка Ледвиджа. Вот что он ответил ДВ. Да, думаю, что мы можем быть достаточно уверены в этом. Приготовления видны всем, хотя, возможно, ставка и делается на эффект неожиданности. Нет никаких сомнений в том, что они собираются сделать это. Что касается обращений израильтян к жителям и противоречий вокруг этого, то, возможно, одним из ориентиров может быть то, что произошло в Масуле в ходе борьбы с аналогичной террористической группировкой ИГИЛ, где беженцам было разрешено покинуть город. Опыт такого рода есть, но это уже отдельная тема. Ответ на ваш вопрос – да. Я думаю, что они войдут в сектор в какой-то момент в ближайшие несколько дней. Возможно, они не будут проводить полномасштабную операцию. Удары будут, вероятно, наноситься сразу в нескольких направлениях, но это только предположения. Какого рода боевые действия начнутся, когда израильские войска войдут в Газу? Оглядываясь назад, можно сказать, что обе стороны извлекли для себя уроки. Операции против исламского государства в Ираке и Сирии – вот на что это будет похоже. За исключением того, что, на мой взгляд, Хамас гораздо лучше подготовлен, лучше вооружен, а также мотивирован. И в плане арсенала у него есть беспилотники, он подготовил туннели, укрепления, опорные пункты, зоны поражения и все остальное. Израильтяне должны учитывать все это в своем планировании. У них есть очень эффективные средства противодействия и, не в последнюю очередь, отличная бронетехника. Вы не увидите танков на улицах, но вы увидите много техники, которую мы, возможно, еще в действии не видели. Но это будут действительно тяжелые, кровопролитные уличные бои. И не забывайте о проблеме туннелей, что и будет беспокоить израильтян. С израильской стороны было мобилизовано около 300 тысяч резервистов. Но помимо вторжения Хамаса есть еще угроза со стороны Хизбаллы, которая может напасть с севера. Готов ли Израиль к войне на несколько фронтов? Ответ на этот вопрос – да. И они будут отрабатывать это как на высшем командном уровне, так и на уровне бригад, то есть подразделения численностью около 3000 человек. В Израиле есть и специальные бригады, которые хорошо знают, что такое север. Резервисты в этих конкретных подразделениях уже были дислоцированы там в прошлом. Так что да, они готовы к встрече с Хизбаллой, но действительно стоит помнить, что Хизбалла считается гораздо более грозным противником, чем Хамас. Военный эксперт Фрэнк Ледвич уже упомянул о тяжелых уличных боях в случае начала наземной военной операции армии Израиля. Сахал выделил мирным жителям на эвакуацию с севера на юг сектора Газа чуть больше суток. По оценке ООН, в Газе покинуть свои дома в таком случае должны были более миллиона человек. В нынешней ситуации, когда граница с Египтом закрыта, исключение сделали только для палестинцев с американским гражданством, а южные территории тоже под обстрелом, это обернется и по факту уже оборачивается гуманитарной катастрофой. С подробностями мой коллега Максим Дробок. Вот так израильские военные разбрасывают листовки со своих самолетов, призывая палестинцев, проживающих в северной части сектора Газа, эвакуироваться в район пустыни. Призыв к эвакуации касается более миллиона человек. В ближайшее время в этой части сектора Газа должна начаться массированная наземная спецоперация в ответ на террор боевиков палестинского радикального движения «Хамас». Многие из них могут укрываться в подземных тоннелях, под домами и в жилых зданиях, полагают израильские военные, и обвиняют «Хамас» в использовании мирных жителей в качестве живых щитов. Тем временем тысячи жителей сектора Газа уже покинули свои дома вот в таких переполненных микроавтобусах. В багажниках лековых машин и даже сверху на капоте. Это произошло с нашими дедами, и это происходит с нами сейчас. Нас вынуждают уйти. Газа разрушена. Ничего не осталось. Это катастрофа. Вот такая у нас ситуация. По данным ООН, уже более 300 тысяч палестинцев покинули свои дома, спасаясь от израильских авиаударов возмездия за террористическое нападение боевиков «Хамас». По данным палестинской стороны, жертвами этих бомбардировок стали более 2200 человек. Почти 8800 получили ранения. Генсек ООН Антонио Гутерриш призвал уважать права человека в секторе Газа. Нам нужен немедленный гуманитарный доступ ко всему сектору Газа, чтобы мы могли доставить топливо, еду и воду всем нуждающимся. Даже у войны есть правила. Международное гуманитарное право и права человека необходимо уважать и соблюдать. Гражданские лица должны быть защищены, а все заложники в Газе должны быть немедленно освобождены. А по словам спецдокладчицей ООН по внутренним перемещенным лицам, немыслимо, чтобы более половины населения сектора Газа могло пересечь район активных боевых действий без катастрофических гуманитарных последствий. При этом армия Израиля заверила, что предоставила жителям северной части сектора Газа гуманитарную паузу без авиаударов с 10 утра до 4 часов дня, чтобы позволить им эвакуироваться в южную часть региона. Израиль еще не начал наземную военную операцию в Газе, а уже ходят слухи о возможных мирных переговорах между странами конфликта. Свои кандидатуры в качестве посредников предлагали США, ЕС, Россия и Китай. А внутри Ближневосточного региона таким переговорщиком мог бы стать Катар. У страны давние тесные связи с Хамас, а кроме того, Катар уже выступал посредникам между Израилем и Хамас. Мои коллеги поговорили с главным редактором издания Foreign Policy, Рави Агравалом, и спросили его о потенциале таких переговоров. Поступает информация, что за закрытыми дверями между Израилем и Хамасом ведутся переговоры. Господин Агравал, что вам известно об этих переговорах, что о них слышно? Ну, все это происходит за закрытыми дверями. И должен сказать, что все постоянно меняется. Ведь на этот конфликт влияют очень много различных, скажем так, кинетических аспектов, которые могут поставить под угрозу вообще любые потенциальные переговоры. Для израильской страны сейчас приоритетом является освобождение заложников. Однако, если откроется новый фронт на севере страны, это изменит многое из того, как Израиль будет рассматривать эту ситуацию и как он будет относиться к возможной военной операции в Газе. Многое из этого решится в ближайшие сутки. Думаю, следует иметь в виду и то, что по мере того, как будут появляться все новые сведения и видеоматериалы об ужасах терактов последних нескольких дней, в Израиле будет нарастать гнев. И я думаю, что израильским властям придется уравновешивать этот гнев с тем, что действительно можно сделать реально. От этого во многом будет зависеть то, как они будут действовать в условиях продолжающейся ситуации с заложниками, от чего они будут готовы отказаться, чтобы вернуть этих заложников. Есть некоторые игроки на международном уровне, такие как Катар, которые пользуются доверием обеих сторон. Это важно, потому что между Хамасом и Израилем сейчас доверия нет. Поэтому необходимы внешние игроки. Катар и Турция предложили посредничество в той или иной форме. Но опять же, тот факт, что ситуация динамичная, что обе стороны еще настроены крайне непримиримо, делает возможность начала переговоров крайне трудной. Это верно, но тот факт, что уже через пять дней после начала войны пошли слухи о переговорах, сам по себе показателен, не так ли? Такого ведь не происходило месяцами, а то и годами. Да, это так. Это очень важно. И думаю, это потому, что такое количество заложников, более 150, как утверждает Хамас, а также несколько американских заложников, по своим масштабам это беспрецедентно. Беспрецедентным является тот факт, что эти заложники могут быть использованы в качестве живого щита, в то время как израильские силы стремятся атаковать объекты Хамаса, пытаются загнать Хамас в угол, наносить прицельные удары по Хамасу. Это беспрецедентно. Я разговаривал с некоторыми людьми, которые в прошлом участвовали в переговорах, и все говорят о том, что эта ситуация беспрецедентна. Так что Израилю предстоит принять крайне трудные решения, и ему очень сложно определить, чему можно доверять, от чего следует отказаться. Позволит ли Хамасу победить в переговорах, даже если это означает возвращение их людей, и еще как-то сбалансировать все это с огромным внутренним гневом по поводу произошедшего. Давайте вернемся назад к тому, что вы говорили о доверии, которые обе стороны испытывают к Катару. Расскажите нам об отношениях между Катаром и Хамасом, ведь уже некоторое время они принимают у себя руководство Хамаса на самом высшем уровне. Да, это именно так. Глава Хамаса уже несколько лет живет в Дохе. Катар поддерживает палестинцев в более широком смысле в течение многих лет. Он переводил Хамасу деньги исключительно на гуманитарные цели в секторе Газа. Так что в этом смысле он достаточно вовлечен, и, конечно, играет определенную роль во многих других сферах. Катар рассматривает себя как растущую державу Персидского залива. Вы помните, что даже когда Запад пытался договориться с талибами перед выводом войск из Афганистана, Катар играл роль своего рода посредника. Встречи часто проходили в Дохе. И думаю, Доха заинтересована в том, чтобы ее рассматривали как своего рода беспристрастного наблюдателя и посредника в такого рода переговорах. Но, опять же, важно добавить, что в данном случае речь идет о ситуации полного разрыва доверия между Израилем и Хамасом. Эскалация с любой стороны может свести на нет любые переговоры, которые попытается организовать Катар. Поэтому да, я согласен с вами, что на этом фоне уже неплохо, что мы вообще говорим об этом, но все крайне условно. Продолжение следует...